Умная остановка появилась у гостиного двора. Павильон оборудован электронным табло, бесплатным вай-фаем и устройствами для зарядки телефонов. По замыслу создателей остановка должна сделать максимально удобным процесс ожидания общественного транспорта и помочь горожанам сориентироваться в маршрутах с помощью вот этой схемы. Правда здесь маршрутов почему-то всего шесть, хотя в реальности их гораздо больше. Проявив смекалку, можно сообразить, остановка предназначена только для троллейбусов. Для автобусов соседний павильон, которому еще только предстоит стать умным. По нашим наблюдениям схема маршрутов пользуется популярностью у горожан. Замечательно совершенно. Вот мы не знали, например, как добраться, а тут все указано. Просто потрясающе. Дизайн петербуржцы оценили, а где остановка скрывает свой недюжинный ум, поняли не все. А в чем особенно? Ну вот только табло это работает. Зарядку для телефона я пока еще не видела. Вот как раз интересно, где это. Если присмотреться повнимательнее, то можно увидеть значок свободный Wi-Fi и еще две приятных мелочи. Зато подождать автобуса или троллейбуса можно на деревянной скамейке. Сидеть на ней гораздо теплее, чем на металлической. Есть еще одна удобная опция. Во время ожидания можно будет подзарядить телефон, если у вас есть с собой USB шнур. Посмотрите, действительно работает. Wi-Fi тоже работает, а электронное табло показывает точное время прибытия транспорта. На этом табло список всего из пяти маршрутов. Зато время их прибытия действительно соответствует тому, что здесь указано. Например, тут написано, что номер 5 должен прийти через одну минуту. И он действительно прибывает согласно графику. Павильон на Невском. Тестовый вариант. А к чемпионату мира по футболу в городе может появиться 50 таких остановок. Кстати, еще более умное устройство стоит в нескольких десятках метров от павильона на выходе из метро Невский проспект. Там можно сориентироваться и в схеме движения автобусов, увидеть маршрут, время прибытия, воспользоваться интерактивной картой и тоже зарядить телефон.